Время новостей на 12 канале. В студии Танзеля Бахтиярова. Здравствуйте и в этом выпуске. И грянет буря. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды. Ребенка может больше не увидеть мать, которую подозревают в избиении собственного сына, а хотят лишить родительских прав. Вместе больше омский бизнес объединяется, чтобы создавать более успешные проекты. Очень приятно смотреть благодарные взгляды бабушек. Кто может рассчитывать на господдержку? Прочесали уже 100 километров пропавшего в Омской области охотника, ищут даже с воздуха. И нам 22 ностальгировать разрешается. В честь дня рождения 12 канала вспомним все от первого эфира до наших дней. Синоптики прогнозируют сильный ветер и грозу. Уже в ближайшие часы погода резко испортится. Жара сменится похолоданием и бурей. А мечам спасатели уже разослали предупредительные СМС. Так, по данным ведомства, местами по области ожидается ветер с порывами до 22 метров в секунду. Это штормовые показатели. Завтра столбики термометров резко упадут. Регион накроет циклон. Местами ожидаются грозы. МЧС призывает о мечей быть осторожнее, без необходимости из дома не выходить. Но если бы все-таки оказались на улице, следует обходить стороной деревья и линии электропередачи. В них может попасть молния. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Вновь в регионе потеплеет в воскресенье. Термометры покажут плюс 20 градусов. Мать полуторагодовалого мальчика, которого связывали и били, хотят лишить родительских прав. Напомню, все произошло в ауле Каинбай Таврического района. Представитель ресурсоснабжающей компании во время сверки счетчиков обратила внимание, что малыш весь в синяках. Женщина вызвала полицию. После проверки генеральной прокуратуры были возбуждены сразу два уголовных дела. Мать мальчика взяли под стражу. Это произошло в Москве, куда женщина отправилась для участия в популярном ток-шоу. Ребенка положили в больницу, а родительницу доставили в Омск. В истязании малолетнего подозревается ее подруга. Также в халатности обвиняют сотрудников местного отделения органов опеки, которые не предотвратили издевательства над малышом. Не сражаются за клиентов, а создают успешные тандемы. Омские социальные предприниматели поделились опытом создания партнерского бизнеса. В прошлом году по инициативе Александра Буркова в регионе появился новый вид поддержки для соцпредпринимателей, которые совместными усилиями реализуют проекты. На 2020 год сумма составила 6 миллионов рублей. Поддержку получили пять проектов. Теперь представить свои работы и побороться за субсидии готовы и другие предприниматели. Бизнес-идея оценила Анна Черных. Шестилетний Кирилл осваивает азы вторичной переработки отходов. Мастерит чашу для яблок из палочек от мороженого. Я люблю делать поделки. А ты эту тарелочку кому подаришь? Маме. Новое увлечение у этих ребят появилось благодаря партнерству двух бизнес-проектов столярной мастерской и детского развивающего центра. Занятия здесь проводят самые разные, но эти стали самыми популярными. Конечно, мальчишкам очень нравится. Они с удовольствием наблюдают и знакомятся с инструментами какими, с разными породами дерева. Курс очень познавательный для детей. Он и экологичный, и творческий очень, потому что можно что-то самому придумать, додумать. И родители очень довольны и очень просят всегда, чтобы наших детей брали на эти занятия и чтобы они продолжались. Александр Косьминов, продавая свежайшие стейки из кролика, одним ударом убивает двух зайцев. Небольшим хозяйством, у которых нет шансов попасть в крупные сети, помогает продвигать продукцию и находить покупателей. А мячам заполнять холодильники качественными фермерскими товарами. Перепелки, цыплята, молоко, цельнозерновой хлеб, фруктовые чипсы и даже живой шоколад, причем с бесплатной доставкой на дом. Очень приятно смотреть благодарные взгляды бабушек, когда им второй раз повторно привозишь продукцию. Они говорят, вот там курица действительно фермерская, с наваром, с бульоном, именно как мы ели раньше. Ну а эти ребята не просто танцуют, погружаются в корейскую культуру. Кей-поп – музыкальное направление родом из Южной Кореи. Светлана Пеньевская говорит, когда-то сама влюбилась в эту страну, а позже решила открыть студию. Сейчас в ней уже 11 групп. Но недавно почувствовала, нужен новый толчок для развития. Так попала в школу социального предпринимательства. И уже спустя две недели учебы нашла партнера для совместного проекта. Вместе с учебным центром будет продвигать корейскую культуру в индустрии красоты с помощью танцев и курсов макияжа. Я пришла и удивилась, какие возможности открывает передо мной эта школа. Не просто новые шкафчики, как я хотела. Люди, которые уже в этом давно работают, у них огромный опыт, они готовы поделиться им, они готовы предоставить выход на Корею. Готовы, в общем, сделать очень многое. В центре инновации социальной сферы говорят, именно создание таких совместных проектов во многом помогло предпринимателям пережить пандемию. Это не характерно для бизнеса, потому что бизнес всегда пытается своих клиентов увести и как бы держаться в этой нише желательно монополистам. А мы говорим нет, вы сильны, если вы будете работать в партнерстве. Активно включаются соцпредприниматели и в нацпроекты. Развивают малый и средний бизнес, открывают ясли, помогают находить работу молодым мамам и пенсионерам. И уже 1 октября они поделятся своими успехами на форуме, на который даже несмотря на пандемию готовы приехать участники из 23 регионов страны, чтобы перенять уникальный опыт омичей. Анна Черных, Вадим Насардинов, 12 канал. В Омской области ищут заблудившегося охотника. В полицию обратилась его дочь. 68-летний мужчина еще в субботу ушел в лес в деревне Сары-Балыть у Калинского района и до сих пор он не выходит на связь. Зовут охотника Владимир Хромов. Его рост 186 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие, седые, глаза зеленого цвета. В момент пропажи был одет в камуфляжный костюм, на ногах берцы, на голове темная вязаная шапка. Мужчина хромает на правую ногу. За прошедшие сутки три экипажа полиции. Местные жители прошли по болотам около 100 километров. Сегодня подключились новые группы общественников. МЧС также задействуют беспилотники. Всем кому что-либо известно о местонахождении Хромова Владимира Владимировича, просьба сообщить в полицию. Водителей без масок начали вычислять. При помощи дорожных камер в итоге 130 таксистов отключили от сервиса. О новых способах контроля масочного режима рассказали сегодня на пресс-конференции представители Министерства региональной безопасности и Роспотребнадзора. Напомню, по решению оперштаба масочный режим продлен в Омске до 30 сентября. Средства защиты должны носить все работники общественного транспорта, сферы услуг и общепита. А МЧС обязаны надевать маски даже на остановках, в противном случае штраф. Для граждан от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч. В операционной, как в концертном зале, с музыкантами себя сравнивают омские хирурги. Они возобновили работу после пандемии. Клиники региона постепенно возвращаются в прежний режим. Организованный плановый прием пациентов и работа стационаров. В КМХЦ первых пациентов приняли в отделениях высокотехнологичной медпомощи. Открылось и гинекологическое отделение. Сегодня здесь провели первую за 4 месяца операцию. О врачах, пациентах и постпандемийных условиях работы больницы расскажет Анна Кокорина. Галина Крыш, медик с 40-летним стажем, за своим здоровьем следит исправно. Боли внизу живота почувствовала еще в марте. Обострилась старая болезнь. Прошла обследование. Операцию хирурги назначили на апрель, но вовремя не провели. Из-за ковида больницу закрыли на карантин. Так что эти 4 месяца женщина жила как на пороховой бочке. Я просто знала о своей болезни. Знала, как она протекает и все. Но, конечно, мне хотелось быстрее к врачу попасть, потому что возраст такой все это может перейти в нехорошую форму и все это. Поэтому хотелось быстрее. Операция максимально щадящая. Без лишних надрезов врач удаляет новообразование специальным прибором, оснащенным светодиодами и видеокамерой. Так что все действия видны на экране. В операционной особое настроение. Хирурги и медсестры сравнивают себя с музыкантами. Говорят, за столько месяцев простое тосковали по инструменту. Конечно, есть. Если занимаешься своим делом, своим любимым делом, то, конечно, скучаешь без этого. Здесь разговор идет о том, что через 4 дня мы пациентку выписываем. Она наблюдает свой гинеколога по месту жительства. Увези контроль в динамике, больше ничего не придает. Полностью в прежнем режиме КМХЦ заработает на следующей неделе. Пока же отделения стационара, ориентированные на ковидных больных, вновь перепрофилируют. В них сейчас проводят тотальную дезинфекцию. При этом палаты заполнят только наполовину. Разгуливать по коридорам больным не рекомендуют, чтобы не допустить вспышку коронавируса. Тест на ковид обязателен для всех. Если пациент сомнительный, например, прибыл по неотложке, его изолируют. Мы предлагаем пациентам сначала день, два, три находиться в палате обсерватора. Часть отделений больницы по-прежнему работает в режиме обсерватора. И там в течение трех суток мы определяемся, есть ли возможность этого пациента или пациентку перевести в общее отделение. Пациентов уже принимают в травматологии, ортопедии и в отделении хирургии позвоночника и микрохирургии руки. Провели уже более 50 уникальных операций, которые не делают в других клиниках Омска. В работе шесть операционных и все реанимационные залы. Прием терапевтов и узких специалистов организуют исключительно по записи. Через сайт госуслуг доступен и многоканальный телефон регистратуры. А вот от визита по принципу «просто спросить», а мечей просят отказаться, чтобы максимально обезопасить себя, врачей и других пациентов. Анна Кокорна, Денис Лопарев, 12 канал. Кинотеатр Маяковского может превратиться в современный мультиплекс. Московский архитектор Алексей Весьминов в своем инстаграме опубликовал эскизы. Проект существенно расширит постройку. По периметру появятся рестораны и кафе. Но узнаваемый символ, триумфальная арка, сохранится и будет будто оторван от здания. Добавлю, Маяковский – один из старейших кинотеатров. Он был построен в 1954 году по типовому проекту. Идентичные здания можно увидеть в Воронеже, Ижевске, Волгограде и Пензе. Последние 15 лет в Омске пытаются сделать реконструкцию. Несколько проектов получили одобрение, но к работам по разным причинам так и не приступали. Сейчас рассматриваются несколько вариантов. Окончательный концепт еще не определен. Оживленный перекресток в Нефтяниках станет безопасным и функциональным. Строители завершают оформление транспортной зоны на пересечении улиц Нефтезаводская и проспект Мира. На участке появится сразу 10 светофоров, 73 дорожных знака и 8 островков безопасности. По статистике, этот перекресток – один из самых аварийных в Омске. Что изменится, узнала Наталья Бельская. Это схема новой разметки на перекрестке Мира и Нефтезаводской. Каждый уголок огромной площади регулируется согласно правилам дорожного движения. Широкий переход, к которому уже привыкли местные жители и студенты вдоль улицы Нефтезаводской, оставят без изменений. У Зебры на проспекте Мира поставят светофора, в центре обустроят парковку. Большое пространство оставалось невостребованным. Часть занимал пешеходный переход, а часть просто находилась внутри разделительного островка безопасности. Чтобы эффективно использовать площади, а здесь есть потребность в организации дополнительных парковочных мест, при разработке проекта было предусмотрено вот эта дополнительная, достаточно просторная, обширная парковка. Строители работают в две смены. Днем асфальтируют островки безопасности, ночью приступят к нанесению разметки. Так как движение меньше, и тем более на данном участке очень высокий трафик, поэтому, следовательно, лучше начать ночью. По ночам там перекрываются только отдельные полосы. Новые светофоры в этом году появятся на 12 оживленных участках, где автолюбители чаще всего попадают в ДТП. Работы финансируются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все объекты светофорные эти находятся в очагах аварийности. Это одно из условий программы. Именно направлено на снижение мест концентрации ДТП. На улицах Конева и Третья Енисейская установят камеры фото и видеофиксации. На Красноярском тракте и улице Барнаульской появятся современные проекционные переходы. Эти работы в планах завершить к концу года. А перекресток на пересечении Мира и Нефтезаводской откроют 30 сентября. Наталья Бельская, Вадим Насардинов, 12 канал. И смотрите далее в программе. Трагедии удалось избежать. Трехлетний малыш потерялся в парке. Просто пропал из моего болезрения. Благодаря чему ребенку удалось найти быстро и как родителям вести себя в подобных ситуациях. Битва на льду или противостояние с принципиальным соперником. Авангард через несколько часов сыграет с питерским СКА. Провели ли ястребы работу над ошибками после провального матча? Узнаем из прямого включения Андрея Блохина. И нам 22 ностальгировать разрешается. В честь дня рождения 12 канала вспомним все. От первого эфира до наших дней. Разыскивается мальчик на самокате. По горячим следам росгвардейцы сумели в считанные минуты отыскать потерявшегося ребенка. Трехлетний малыш гулял с отцом в парке 30-летия в ЛКСМ. Отъехал слишком далеко и пропал из виду. К счастью, помощь подоспела быстро. Денис Жарков расскажет подробности этой грустной истории со счастливым концом. А также о том, как родителям действовать в подобной ситуации. Александр Воронецкий до сих пор не может объяснить, как он умудрился потерять сына. Всегда был внимателен, да и опыт немалый. Родослав уже третий ребенок. Реакция хорошая, а малыш приучен держаться рядом. Вот просто катится передо мной. Если даже отрывается на 10-15 метров, всегда останавливается и ждет меня. Ну, как бы всякое такое, что... А тут толпа и просто пропал из моего поля зрения. Я подхожу, ну, начинаю его искать. Если честно, я, наверное, немножко постеснялся. Надо было просто покричать его, чтобы он меня услышал. По несчастливой случайности потерялся Родослав у дорожной развилки и было совершенно непонятно, в какой стороне его искать. Прохожие ничем помочь не смогли. Взволнованный отец позвонил в полицию. Получили сигнал, что в парке 30 лет в ЛСМ потерялся ребенок. Прочайшим путем выдвинулись. Начали отрабатывать прилегающую территорию. У входа в парк со стороны Бердникова данный ребенок был обнаружен. Передвигался на самокате. Мальчик выглядел потерянным, но в силу возраста ничего рассказать полиция не сумел. Тогда разгвардейцы связались с оперативным дежурным, узнали, где находится отец и передали ему ребенка. Силовики отмечают, такие происшествия не редкость. От подобного не застрахованы даже самые вредительные родители. Каждый день в России теряется около 50 детей, и не всех удается найти. Поэтому не помешает на всякий случай заранее объяснить ребенку. Если он отстал от родителей, оставаться нужно на том же месте. Взрослые сами найдут. Если малыш уже говорит, будет не лишним, чтобы он выучил домашний адрес или номер телефона хотя бы одного из родителей. Денис Жарков, Дмитрий Алдогепченко, 12 канал. Амичи первыми в мире услышат карантинную симфонию современного Чайковского. Для автора произведения стало пророческим. Об этом в эфире Випрум на радио Монте-Карло Омск. Сегодня рассказала директор филармонии Ирина Лапшина. Карантинная состоит из двух частей. Первая бурная и динамичная. Рассказывает о появлении вируса. Вторая спокойная и мелодичная. В оздоровлении и счастливом итоге. Музыкант как только закончил работу, тут же заболел коронавирусом. Сейчас уже чувствует себя хорошо, но все же не сможет лично презентовать мировую премьеру. Чайковский записал видеообращение к Амичам. К слову, и репетиции симфонического оркестра не раз проходили также по видеосвязи. Артисты симфонического оркестра, они за это время выучили столько произведений, сколько они никогда не играли и не могли выучить. Просто чисто физически. Здесь было время, и этот список очень большой. То есть они свое мастерство только улучшали. И все музыканты сдавали партии концертмейстерам. То есть постоянная связь была с концертмейстерами, с художественным руководителем, главным дирижером. И это все было выполнено на очень высоком профессиональном уровне. Первый концерт Омской филармонии состоится в эту субботу, 19 сентября. В 17-20 часов симфонический оркестр выступит с программой «Открытие сезона». Напомню, вход только в масках, руки нужно обработать антисептиком. В фойе необходимо соблюдать дистанцию. Рассадка в зале в шахматном порядке, то есть через место. Каждая программа, пока в регионе действует режим повышенной готовности, будет длиться не дольше полутора часов. Новые рабочие места и увеличение мощности на производственном объединении «Мир» сегодня торжественно открыли новую линию современного оборудования, которое предназначено для автоматической пайки радиоэлементов на платы. Раньше их изготавливали вручную, а часть заказов просто отдавали подрядчикам. Какие плюсы будут теперь, узнал Никита Гайдаш. Открытие новой производственной линии для НПО «Мир» даже не шаг, а огромный прыжок в развитии. Теперь большую часть сборки и настройки продукции станут делать непосредственно на местном заводе. Раньше приходилось нанимать подрядчиков в регионах. У нас получается некая оперативность независимая. У нас бывают заказы срочные, хорошие, и мы отказываемся. Потому что у нас изделия делаются в Петербурге, часть изделия, часть. И люди там, они не могут нам пойти на встречу. Здесь же мы можем переключить линию и выполнить очень быстро заказ. Ну и второе, это, конечно, мировой уровень. Это очень не из сильнейших приборов, устройств, которые делают монтаж. Новая производственная линия состоит из нескольких модулей. Они привезены из Германии, Японии и Южной Кореи. Оборудование полностью автоматизировано и предназначено для пайки радиоэлементов на платы. Эти комплектующие – основа для создания современных цифровых приборов учета. Для клиентов предприятия запуск такого оборудования станет гарантом выполнения заказов точно в срок. Для нас это означает то, что все наши заключенные контракты будут исполнены со стороны НПО «Мир». И в том качестве, которое все-таки позволяет это оборудование, надо понимать, что в любом случае автомат делает более, наверное, быстро и более качественно, чем человеческий труд. Поэтому мы только аплодируем и реально гордимся, что в Омске есть такое производство. Теперь предприятия планируют вдвое увеличить количество продукции. Здесь могут изготавливать до 15 тысяч плат в месяц. Прежде было в разы меньше. А для региона рост объемов производства НПО «Мир» – дополнительные отчисления в бюджет. Правительство Омске области уделяет внимание и данному предприятию развитию этой отрасли. Сегодня цифровая повестка входит в пять национальных целей. Поэтому это яркий пример того, к чему надо стремиться и другим предприятиям, в том числе нашей Омске области. Кроме того, модернизация производства поспособствовала созданию новых рабочих мест. На предприятия привлекли порядка 30 квалифицированных специалистов. Никита Гайдаш, Владислав Осинцев, 12 канал. Газпромовское дерби. Сегодня в Балашихе состоится центральный матч месяца. «Авангард» встретится с петербургским СКА. Болельщиков ждет ожесточенная борьба между лидерами конференции и легкой. Эта встреча точно не будет. В составе армейцев наибольшую опасность для ястребов представляет Мира Алтанин. И Антон Бурдасов – лучшие бомбардиры лиги на эту минуту. О подготовке о мячей к игре расскажет Андрей Блохин. Он с нами на прямой связи из Подмосковья. Андрей, здравствуй. Ястребы уже провели работу над ошибками после игры с Салаватом. Здравствуй, Танзеля. Провели да еще какую работу. Дело в том, что обычно, что после выезда, когда команда возвращается на место базирования, в данном случае в Балашиху, ей дают день отдыха. Но не тут-то было. Команда прилетела поздно вечером, даже утром в понедельник, а уже в принципе в 1 часов утра команду собрали на собрание закрытое, которое продолжалось, ты не поверишь, полтора часа. Разбирали все ошибки в матче с Салаватом, и главное из них – это слишком много наши удалялись. Вот наши работали над тем, чтобы исключить удаление по максимуму. Так буду говорить. Ну, а что касается нашего соперника, ты абсолютно права. Это очень серьезная команда, самая высокобюджетная команда страны, главный претендент на чемпионство. И с этим согласен Боб Хартли. Вот что он мне сказал. СКА – это та команда, где большое количество игроков в сборной России. Там много очень хороших, опытных хоккеистов, много талантливой молодежи. С ними всегда получаются интересные матчи. Вот вчера они работали над профилактикой удалений, а сегодня я наблюдал краем глаза за тренировкой. Сегодня работали над работой спецбригад. И работа в большинстве и в меньшинстве. Вот такие дела. А изменения в составе «Авангарда» есть? Кто играть сегодня будет на льду? Изменения есть, но небольшие. По крайней мере, скажем так, одно изменение будет точно. Сегодня не сыграет Семен Кошелев, который неудачно провел матч в Уфе. Его посадили в запас. Вместо него впервые за три матча выйдет молодой, перспективный, талантливый Егор Ченахов. В звене Семеновым и Шумаковым он будет выступать. А вот второе изменение, оно будет, скажем так, озвучено и станет ясно, состоится ли оно только за полчаса до начала матча. За час, вернее, когда будут объявлены составы. Дело в том, что сегодня пробовал кататься травмированный защитник Береглазов. И если все будет нормально, врачи дадут добро, то сегодня он выйдет на лед. Я думаю, что вот это подкрепление опытнейшей Береглазов, это то, что нужно Омскому авангарду. Опытные игроки, чемпионы мира, такие как Береглазов, вернее, чемпионы Кубка Гагарина, они нужны нашей команде. Танзеля. Ну, я надеюсь, Семен Кошелев еще вернет себе расположение тренерского штаба. Егора Ченахову пожелаем удачи. Спасибо, Андрей. Андрей Блохин был на прямой связи из Балашихи. В честь дня рождения объявляем неделю ностальгии 12 каналу 22. Позади несколько десятков популярных в регионе и далеко за его пределами программ, огромное количество наград разного уровня, сотни успешных журналистов начинали здесь свой творческий путь. Но одно неизменно мы работаем для зрителя и наш главный принцип – рассказывать о событиях оперативно и достоверно. Вместе с вами всю неделю мы будем погружаться в историю канала, расскажем о том, что обычно остается за кадром, поближе, познакомим с нашими ведущими, корреспондентами, операторами и режиссерами. Сегодня вспомним, с чего начинался 12 канал от первого эфира до наших дней. Год 1998, 14 сентября. В Омске рождается новый телевизионный канал. Добрый вечер. Здравствуйте. Мало чем примечательная ранняя дата 14 сентября, с сегодняшнего дня застолбила за собой новое событие. А вот что осталось за кадром и в стартовый выпуск новостей не попало. Первым в аппаратной и в студии побывал кот – Тиша. Новый теледом, судя по всему, обаятельному зверю пришелся по душе. 12 канал – это 12 молодых амбициозных репортеров. У них почти нет журналистского опыта, но есть главное – желание творить. Каждый, помимо работы в новостях, параллельно создает еще по одному два проекта. Специальный репортаж, собственное расследование, разговор по существу, тотальная слежка. Всего за один-два года 12 канал превращал вчерашнего студента в крепкого журналиста. Ровно год назад в этот день впервые вышла в эфир программа 12 канала. За первый год жизни компания расширила вещание. Теперь смотреть программы «Двенашки» – так ласково канал прозвали зрители – можно было и в районах области. Тогда же сложился главный принцип – рассказывать о событиях оперативно, достоверно и объективно. Никакие трудности, один телефон на 25 корреспондентов или интернет, который есть только у руководителя подразделения, репортеров не пугали, не останавливали, а лишь подстегивали делать свою работу еще качественнее. Всего через два года после рождения 12 канал становится номинантом на телевизионную премию «ТЭФИ». Впервые региональная компания сталкивается в одной номинации с величинами всероссийского масштаба – программой канала НТВ. Здравствуйте, в эфире новости ГТР Каумск. Ежедневно их для вас готовит более 200 человек. Год 2008-й. Час новостей теперь выходит из нового ньюсрума. Такого до сих пор нет ни на одном канале региона. Даже во время прямого эфира жизнь здесь не замирает. Мне руководство доверило. Первый эфир волновался. Настолько волновался, что когда начался дневной выпуск новостей, поехал кран, я не дождался команды режиссера в кадре или работаем и поздоровался. Сказал «добрый день». Кран доехал до меня, мне в ухо кричат «в кадре». Я говорю «добрый день еще раз» и вот пошел мой выпуск. Год 2016-й. Зрители в недоумении. Новости 12-го канала выходят в эфир без ведущего, без звука, да и, впрочем, без новостей. Не остались равнодушными к акции «Двенашки» и федеральные эксперты. Пропавший ведущий 12-го канала стал финалистом самого престижного российского журналистского конкурса. В Тольятти прошла церемония вручения дипломов номинантом «Тэфи-регион-2016». В финале акция «Пропавший ведущий» оставит конкурентов далеко позади. Любоваться золотым орфеем теперь могут все наши гости. Статуэтка заняла свое место на стенде с наградами. Год 2019-й. 5-е ноября. 12-й канал выходит в космос. Так губернатор Александр Бурков называет переход на цифровое вещание. Так, ну что, я понимаю вот эту ручку, которой мы должны дать с вами старт, да? Все верно. Как говорил Юрий Гагарин, поехали. Поехали, Александр Бурков. 12-й канал начинает вещание в новом цифровом формате. Теперь смотреть нас можно на федеральном телеканале ОТР в цифровом качестве. Ежедневно с 6 до 9 утра и с 17 до 19 вечера. Также 12-й канал остается в кабельном, спутниковом и аналоговом ТВ. Открывать новый сезон в день рождения канала – наша добрая традиция. К нынешнему мы подготовились особенно тщательно. Теперь вся техническая начинка новая. А выиграет от этого, конечно, зритель. Теперь вещание у нас все в едином формате HD. Наш пульт отличается тем, что расширились у него возможности. Мы тут две линейки МЕ для профессионалов, для зрителей. Ну, наверное, будет интереснее картинка. Вот так. Сейчас мы все так же молоды, азартны, амбициозны, как и наши предшественники 22 года назад. И, конечно, мы все так же любим свою работу. Я на «Двенашке» работаю чуть больше года. И за это время я успел понять, что здесь достаточно очень хороший коллектив. Все максимально готовы прийти на помощь. И я понимаю, что это тот опыт, который я в профессии. Ну, не знаю, где бы я мог еще получить, кроме как здесь. И с детства всегда смотрел «Двенадцатый канал» вместе с родителями. Знал все передачи. И даже представить не мог, что когда-то буду работать здесь. Совсем скоро настанет еще больше в планах «Двенадцатого канала» грандиозный проект «Школа журналистики». Наши ведущие корреспонденты, операторы и видеоинженеры готовы делиться опытом с теми, кто еще только делает первые шаги на ТВ и радио. Лучшие смогут стать частью самой сильной телевизионной команды региона. Екатерина Шипилова, Тензеля Бахтиярова, Павел Манджос и Вадим Насардинов. «Двенадцатый канал». Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.рум. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Вася, лоджия уже утеплил пеноплексом и теплых метров добавил. Шикарно. Вася, а мне утеплишь? Пеноплекс. Тепло прочного дома. Клиника «Эксперт» дарит скидки до 40% на комплексные исследования МРТ. Запись по телефону 790414. Омск. Сайдинг. Инвест. Окна и двери из ПВХ и алюминия. 999-222. Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Итак, завтра, 16 сентября, в Омске облачно. Дождь. Температура воздуха ночью плюс 9-10. Днем 17 градусов выше нуля. По области в ночные часы до 14. Днем 12-15. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Осенью поставь теплицу в огород. Сосед весною ждет тепла, а у тебя уже растет. Выставка продажи теплиц в Омске. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!